Наверняка вы, ребятушки, знаете, что есть такой аттракцион – дом вверх дном. Многие там бывали и наверняка замечали, что довольно привычные вещи могут выглядеть несколько иначе, если взглянуть на них под другим углом. Достаточно перевернуть все вверх ногами, и ты уже не в скучном доме, а в сказочной истории. Вот и я не хочу вам рассказывать историю ветерана, у которого все было чудесно, а потом покатилось по наклонной, резко и безвозвратно. Лучше давайте, как в том аттракционе, перевернем все вверх дном и посмотрим на историю гонщика под другим углом. Друзья, всем привет, с вами Самые Слики. Сегодня мы пустим историю вспять и поговорим о судьбе немецкого гонщика Себастьяна Феттеля от начала и до конца. Но, вернее наоборот, запаситесь фантазией и пучком причинно-следственных связей. Они вам пригодятся. После тяжелого сезона 2023 года, где испанец Фернандо Алонсо буквально разгромил Лэнса Строла, в команде, которая и создавалась Лоуренсом Стролом под своего же сыночка, назрела необходимость перемен. Фернандо был вынужден отправиться в команду Альпин, которая вскоре превратится в заводскую Рено, потом не пойми во что, потом туда снова вернется Фернандо и выиграет таки титул, но эту историю вы знаете. А вот на место напарника сыночкиного взяли как раз таки молодого дебютанта из Германии Себастьяна Феттеля. На радостях Себушка даже снял обращение к болельщикам. С первых же гонок стало понятно, что выбор был сделан неудачным. Ну, для Строла, естественно. Вопреки прогнозам, немец стал выступать куда ярче, чем сын директора своей команды в первой же гонке. Он смог набрать очки и в хорошем настроении крутанул даже пончики на стартовой прямой Ясмарины. Уже в Гран-при США Себастьян весь финальный круг сражался с неким Кевином Магнусоном и таки смог его опередить под самый финиш, доказав, что он не просто вторикело для чьего-то сына, а вполне конкретный и реальный боец. Это мнение лишь утвердилось в Японии. Там Сэп смог на финальном круге буквально под финишную черту в последних поворотах устроить замечательную дуэль все с тем же Фернандо Алонсо. У них еще будет много борьбы по ходу карьеры, так что это сражение можно считать прелюдией. Подобные результаты, показанные немецким гонщикам, говорили о том, что немецкий пилот прибыл в Формулу-1 не для того, чтобы быть статистом. Он наверняка способен на многое, но не сейчас. Нужно еще время понабраться опыта. Да, уму-разуму, так сказать. Да, ребятушки, ремеслу гонщика мирового класса нужно обучаться. Ведь, несмотря на все эти яркие результаты, Себастьян в свой дебютный сезон больше запомнился молодежными выходками. То акцию какую-нибудь устроит в повесточке дня, то, извините, трусы на комбинезон натянет. Ну, шо поделаешь с этими подростками? Бунтарями. Молодо-зелено, как говорится. Осложняло задачу и то, что назрели перемены в самой Формуле-1. Многолетние опыты по достижению аэродинамического идеала привели к тому, что машины под конец сезона начали подпрыгивать напрямых. Прям козлить, реально. Так что было принято резкое и бесповоротное решение запретить граунд-эффект. И новый регламент бросал всем пилотам новые вызовы. Сезон 21-го стал заключительным периодом взросления нашего героя. Но путь этот был тернист. Редко кому из пилотов удается сразу же пилотировать безупречно. Если под новый регламент Себастьян хоть как-то подстроился, то на его тернистом вот этом самом пути постоянно попадались какие-то преграды. Как правило, звали эту преграду Кимми. Да, Кимми Райканен, молодой гонщик, дебютант. Он буквально как будто спал за рулем. Из-за чего происходили иногда прям столкновения между этими двумя парнями. Кимушку кое-как этими столкновениями удалось разбудить. Да и Себастьяну это придало определенный опыт борьбы. На одной из сложнейших трасс в Баку, это в Азербайджане, когда все вокруг допускали ошибки, вылетали с трассы, ехали вплоть до взрыва собственных покрышек, врезались друг в друга. Ну, кто смотрел Баку, тот знает. И вот в этой гонке Себастьян на своем Астон-Мартине зелененьком смог собрать все воедино и добыл свой первый подиум в карьере. Казалось, карьера немца набирает обороты, но медаль всегда о двух сторонах. И как раз таки вот эти успехи Себастьяна, они привели к полнейшему краху всего проекта. Лоуренс Стролл, разочаровавшись в перспективах собственного сына, решил закрыть проект заводской команды Астон-Мартин, и по сути она превратилась во вполне заурядную команду Racing Point. После чего было еще много перипетий, сами Строллы ушли таки в подающие надежды начинающий Вильямс, который в те времена только раскатывался. Ну, а Racing Point превратилась в индийскую силу, потом еще во что-то и еще во что-то, пока ее в конце концов не выкупил Эдди Джордан. Ну, а дальше вы знаете. Наш герой от всего этого хаоса, творящегося вокруг, только выиграл. Он получил предложение, от которого не отказываются. Его пригласили заменить Карлоса Сайнса, не где-нибудь, а в самой Скудери Феррари. Конечно, напарником на сей раз стал далеко не сынишка владельца команды, а матерый ветеран Шарль Леклер, который вовсе не собирался уступать на трассе ни пяди асфальта. Но снова, как и двумя годами ранее, Феттель не стал долго примиряться и сразу же взял быка за рога. Ну, вернее, горцующего жеребца за эту... Извините, за узду. Че, говоришь? А, это приличное слово? Ну, сорян, я не знал. Гонка в Турции в 20-м выдалась эпичнейшей. К слову, на поле стоял как раз-таки бывший напарник на своем рейсинг-пойнте. Да, Лэнс Строл. Он вполне бы мог и выиграть эту гонку, но под конец, под самый финиш, разгорелась настоящая драма. Кто-то сменил резину, надеясь на подсыхающий асфальт, а кто-то свои дождевые покрышки превратил в настоящие слики и вполне комфортно передвигался по Истамбул-парку. В этих сумбурных условиях на самых последних метрах дистанции разгорелась ожесточенная борьба между напарниками по Скудерии. Победить, конечно, не удалось. Свою победную поступь к чемпионским титулам бесконечным начал будущий темный владыка Льюис Хэмильтон. Но все-таки подиум. Первый подиум для Феррари. Для своей Феррари. А не Шарля Леклера. Но, как мы помним, ребятушки, в 2020-м пандемия достигла своего предела и чемпионат пришлось завершить резко. Прямо посреди лета. Сезон 2019-го, уже четвертый в карьере Феттеля, обещал стать нелегким испытанием. Феррари постепенно возвращалась на лидирующие позиции и битва предстояла знатная. Все бы ничего, но этот вечный конфликт поколений. В самом начале сезона на гонке в Бразилии пилоты Феррари столкнулись между собой. Что лишь усугубило их, пусть и недолгое, но все дальнейшее сосуществование в этом жестоком мирке Маранелло. Впрочем, ситуация складывалась в пользу нашего парня. Он завоевал пару подиумов в Японии и Мексике. И, наконец, Сингапур. Именно там пришла первая победа в карьере. Казалось бы, дальше больше. Но тут в игру подключился Леклер. Уязвленный ветеран пришпорил своего горцующего жеребца и выиграл две гонки подряд. Причем не где-нибудь, а в Монсе и в СПА. Справедливости ради отметим, что, несмотря на все старания Леклера, к тому времени основным соперником Себастьяна являлся не он, а скорее Льюис Хэмильтон. Ну и группа товарищей в судейской башне. Так в Канаде Себастьян уверенно лидировал и готов был увеличить количество своих побед до двух, но сзади его неустанно преследовал будущий темный владыка. Под таким прессингом молодой гонщик дал слабину и вылетел на траву в одном из поворотов. Ему благополучно удалось вернуться на трассу, причем впереди своего преследователя, но судьи сочли этот маневр некорректным и тут же влепили ему штраф. Пять секунд. Оторваться на эти самые пять секунд так и не удалось до самого финиша. И увидев отмашку клетчатым флагом первым, Феттель по факту оказался проигравшим. В порыве страсти он стал расхаживать взад-вперед, пытаясь что-то порешать, и дошло даже до того, что он демонстративно переставил таблички под подиумом, как бы намекая, кто истинный победитель этой гонки. В Монако Феттель оказался вторым уже безо всяких штрафов позади все того же Хэмильтона. В Китае и Азербайджане результаты упали до нижней ступеньки подиума, ну а затем наступил апогей внутрикомандной борьбы. В Бахрейне Скудерия могла рассчитывать на победу, может быть даже и на дубль. Но в самый неудачный момент, когда традиционно гениальные стратеги Феррари пытались разрулить ситуацию, Леклер отказался помогать своему молодому визави. Он просто умчался вперед. И этот удар из-под тяжка настолько расстроил Себастьяна, что тот не нашел в себе сил сразиться даже с Льюисом Хэмильтоном, который к тому моменту уже оформил свой чемпионский титул и особо-то не сопротивлялся. Но Феттеля развернуло. Мы об этом еще сейчас поговорим. Карма, правда, сработала незамедлительно. И под конец гонки у Леклера приключились проблемы с двигателем. В очередной раз Феррари оказалась у разбитого Карпаччо. Или как там? Корыто? А, ну правильно. Карпаччо. Тут важно понимать, почему Леклер так поступил. Скорее всего, к тому моменту он был уже в курсе, что Феррари хочет его понизить в дочернюю Альфа Ромео, а оттуда на смену ветерану взять молодого и перспективного гонщика, уже поднабравшегося опыта, Кимми Райканена. Помните такого? Вот уж. Казалось бы, новый напарник, тот самый Кимми, с которым таранились в далеком 21-м, двухлетний опыт борьбы за победы, еще более быстрая красная машина, что могло пойти не так. Но в то время, как Кимми одерживает свою первую победу в Мексике, Себастьян начинает покрываться дурной славой. Его главной фишкой становятся не обгоны и победы, а развороты. В народе за ним даже закрепилось прозвище «Сбинала» от популярной тогда игрушки «Спиннер». Ну, сами посудите. В Остине разворот в борьбе с Рик Ярдо. В Японии то же самое, только раскрутил спиннер Макс Ферстаппен. Ну, а в Италии поводом покружиться стал уже Льюис Хэмильтон. Стало ясно, что нужно срочно принимать какие-то меры. Если так пойдет дальше, то не видать немцам своего первого чемпиона Формулы-1 еще очень долго. В Бельгии Себастьян смог таки добыть победу, затем был вторым в Венгрии, ну а дальше Германия. Правильно говорят, клин клином вышибают. На родной земле, довольно уверенно лидируя в гонке, Себастьян ошибается в безобидной ситуации и вылетает с трассы, прямо в Гравий, заканчивая свою гонку в отбойнике. В сердцах он играет Гравием в футбол, и несведущему человеку могло показаться, что гонщик сломлен окончательно. Но Сэп оказался крепким орешком. Дойдя практически до дна, он смог от него оттолкнуться и снова устремился наверх. Если за первые полгода удалось лишь единожды победить, то за оставшуюся часть чемпионата Себастьян выиграл 4 гонки. Если бы он так ехал с самого начала, то вполне мог бы побороться с Льюисом Хэмильтоном за титул. Через пару недель в Великобритании он одерживает победу уже на родине Льюиса, ну а затем становится уже вполне законным победителем Гран-при Канады. Себастьян снова оказался вторым в Монако, ну а финал сезона в Бахрейне и Австралии вовсе стал бенефисом нашего героя. Все, что нужно было для успеха, это просто продолжать в том же темпе. Но наступил новый 2017 год. Надо сказать, что сезон выдался странным. Подиум в Абу-Даби, победа в Бразилии, второй в США, но потом к нам снова вернулся старый добрый с бенала. Нервный пилотаж сам собой провоцировал обидные ошибки. В Сингапуре Себ и Киме решили вдруг вспомнить старое и устроили прямо на старте мощный крэш, зажав между собой экс-чемпиона Макса Ферстапина. В результате Себушка даже пару прямых и поворотов проехал и вовсе задом. Снова пришло время реабилитироваться и выравнивать ситуацию. В Италии нижняя ступенька подиума, в Бельгии второй и, наконец, победа в Венгрии. Но после таких горцеваний красный жеребец то и дело снова принимался хромать. И вся эта ситуевина никак не могла не сказаться на моральном состоянии пилота. Психоз достиг апогея в Баку. Хэмильтон лидировал, Себ был вплотную позади, и всю эту процессию возглавляла машина безопасности. В одном из поворотов Хэмильтон чуть резче ударил по тормозам, Феттель узрел в этом подвох, поравнялся с ним и решил проучить этого автохэма. Он резко крутанул руль вправо, ну и так уж случилось, что машины столкнулись. Немножечко, но столкнулись. Отношения судей к выкрутасам Себастьяна вы уже знаете. Штраф, традиционная для Баку неразбериха, и в результате финиш лишь на четвертом месте. Да, впереди Хэмильтона, но только четвертый. А на подиум поднялся тот, с кем Себастьян начинал свою карьеру. Да-да, старый добрый ветеран Лэн Стролл на своем Вильямсе. И не опять, а снова. Полностью облажавшись, Себастьян наконец делает то, с чего надо было начинать. Он входит в список победителей гонки княжества Монако. И с этого момента шесть гран-при подряд он не опускается ниже второго места, победив еще в Бахрейне и на финальной гонке в Австралии. Но лучше поздно, чем никогда, это не тот случай, ребятушки. Хэмильтон к тому моменту уже опять гарантировал себе титул, ну и в привычной для себя манере позволял иногда кое-кому с собой побороться. В 2016-м Себастьян снова начинает сезон в статусе фаворита и снова начать как следует не получается. Чемпион Хэмильтон выиграл четыре гонки подряд. И казалось, что это очередной сезон доминирования Мерседеса. Получается, что и да, и нет. Все четыре раза на втором месте финиширует юный дебютант из Германии Ника Росберг. На втором Мерседесе. Эти два парня из Серебряных Стрел и станут главными героями сезона. Сезон, который завершится сенсацией. Дебютант из Германии. Свой дебютный сезон становится таки чемпионом мира. Первым немецким чемпионом мира Формулы 1. Но об этом мы еще когда-нибудь обязательно расскажем. Пока же вернемся к нашему герою. К пилоту Феррари, который никак не может стать чемпионом. Что касается Себастьяна, то у него случился сезон без побед. Правда, произошло одно знаковое событие. В Сочи. Отметившись своей последней в карьере победой в Испании, многократный чемпион из Голландии Макс Ферстаппен решил вдруг резко прямо по ходу чемпионата перейти в младшую команду Быков. Ну, как бы докатывать свой пенсионный контракт. Ну, а вместо него в Ротбул пригласили Даниила Вячеславовича Квята. Ну, и парень с непривычки в первом же повороте воткнулся прямо в нашего очередного недочемпиона Феррари. А потом на дуге медальной площади воткнулся еще раз. Собрав свое красное барахло и изрядно психанув, Сэп оседлал горцующий мопедик и помчался прямо в боксы, где парканулся у капитанского мостика Ротбулла и сообщил в сердцах Кристиану Хорнеру, что этот ваш квят, он какой-то рукожоп. Зачем вы его взяли? Вот если бы за рулем вашего Ротбулла сидел Себастьян Феттель, он бы давно уже вернул чемпионский статус команде. Хорнер только ухмельнулся. А Вячеславович уже на следующей гонке в Китае так оттер на старте нашего зазвездившегося парня, что тому только и оставалось кричать в шлем «Торпеда! Торпеда!» Правда, после финиша Квят объяснил Феттелю, что это гонки и что он немножечко сожалеет, что промахнулся. Такая вот маленькая месть, которая в скором времени будет иметь свое продолжение. Единственную в сезоне победу Себастьян мог бы одержать в Бахрейне, но там уже на прогревочном круге сгорел двигатель. А на финальной гонке в Австралии он финишировал третьим, сразу позади двух «Мерседесов» Хэмильтона и триумфатора сезона дебютанта Росборга. 2015 год стал переломным моментом в карьере Феттеля. Пришло понимание, что чемпионом в Феррари ну никак не стать. Если уж это в свое время не удалось Шарлю Леклеру, то куда уж простому парню из Германии, тем более, что лучший немец всех времен и народов уже имеется. Правда, дела у Росберга резко пошли не туда. Хотя, смотря с чем сравнивать, первые три гонки чемпионата на своей чемпионской волне Ника выиграл, а потом в команде приключился небольшой разлад, и следующей три гонки выиграл уже Хэмильтон. Доминирование «Мерседеса» было просто ужасающим. К своим шести на старте сезона по ходу чемпионата они добавили еще 10 побед. Лишь трижды не сумев это сделать. И все три раза на вершине подиума стоял наш герой Себастьян Феттель. Снова Сингапур, снова Венгрия и последняя победа за Феррари Малайзия. Эта трасса еще сыграет в нашем повествовании свою роль. Но пришло время переворачивать страницу. Место в красном кокпите Себастьян уступил тому, чье место в 22-м он занял в зеленом кокпите. В Феррари отправился Фернандо Алонсо. А Себастьяну, видимо, крепко подумав полтора года, позвонил таки Кристиан Хорнер. В Рэдбуле, в свое время изрядно намучившись с Пересом, Албором и Гасли, пригласили Даниэля Рикьярда. Ему так и сказали, Макс Ферстаппен не вечен, когда-нибудь он уйдет, и тогда вся надежда на тебя, парень. Надежды не оправдались. Турбо-двигатель Рено с годами становился все хуже, и в 15-м на пару с Квятом удалось зацепиться лишь трижды за жалкий подиум. И только в 2014-м уже на пару с Феттелем Рикьярда таки смог снова наладить победный тон. Фанфары звучали сначала в Бельгии, потом в Венгрии и в Канаде. А вот для его напарника, парня, пришедшего в один год вместе с Рикьярда в Формулу-1, сезон и вовсе получился мимо нот. Ситуация выглядела странной. Может быть, Себастьяну после стольких лет в Феррари просто не подошел этот Рэдбул, а Дэнчик как раз-таки вкатился. Но как бы там ни было, всех собак повесили именно на австралийца, да? В своей предпоследней гонке в Малайзии он сошел, а в заключительной гонке сезона и вовсе был дисквалифицирован. После чего разгорелся настоящий скандал. Небольшая гражданская война среди австралийцев. Дело в том, что еще в 23-м году Оскар Пиастри, австралиец, покинул Формулу-1 и на его место в Макларен пришел как раз-таки Дэнчик Рикьярда. Но Пиастри не собирался сушить весла, все эти годы он активно готовил другого австралийца. Марка Вебера. Ну и, так сказать, через несколько лет взял и отомстил. Высадил самого Дэнчика уже из Рэдбула, а на его место усадил своего протеже. Да, все того же Марка. Все того же австралийца. 2013 год. И вот тут наша история делает крутой поворот. Иногда кажется, что пока многие талантливые гонщики пытаются сделать Феррари великой, сама Скудрие нещадно хоронит их карьеры. Останься в свое время, Себастьян в итальянской команде, возможно, и не знали бы мы этой великой истории. За рулем машины Рэдбулл, имея дебютанта в соседнем кокпите и тонны опыта борьбы за победы все с тем же Льюисом, Себастьян, наконец, смог собрать все воедино. Он выиграл первые 9 гонок сезона к ряду, а затем, уже гарантировав себе титул, слегка позволил себе почивать на лаврах, выигрывая уже не каждую гонку, а, блин, через раз. От былого Сбиналы не осталось и следа. Теперь нашего чемпиона величали не иначе, как палец. Да, братцы, после каждой победы он оттопыривал свой указательный палец. Сначала все думали, может быть, он указывает на небеса, ну, мало ли, человек набожный. Но потом всем стало ясно, что Себ никуда не метит своим перстом указующим, а просто демонстрирует всем окружающим свою конечность, ну, как бы в знак победы. Дебютант Вебер на такой же, но теперь уже чемпионской машине выглядел куда бледнее. Он мог бы одержать свою первую победу в Малайзии, но тут уж проявился, теперь уже ставший чемпионским, характер Себастьяна. Он хорошо помнил, как с ним обошелся Шарли Клер. Помнил, как в свое время его буквально выставил за дверь Лоуренс Строл только за то, что он имел наглость быть быстрее своего напарника, его сына. Помнил он и как Хэмилтон проиграл дебютанту Росбергу. Таковы законы Формулы-1. Позволять напарнику, пусть и изредка, но прыгать выше, чем ему положено, никак нельзя. Эти мысли громом звучали в ушах немца, когда Кристиан Хорнер пытался до него достучаться. Себастьян, Мульти-21, Себастьян. Но Себастьян остался глух к этим увещеваниям. Он безжалостно опередил напарника и выиграл гонку в Малайзии. Мульти-21. Таков основной философский постулат Формулы-1. Чемпионы должны быть мудаками, иначе какой-нибудь другой мудак станет чемпионом. 2012-й стартовал сложно. Вместо 9 побед лишь 4-й попытки Себастьяну удалось открыть счет своим успехом. Забрав 4 победных кубка, он вдруг, уже вполне ожидаемо для нас, сбавил темп. Этим тут же воспользовались соперники. Дважды удалось победить напарнику Веберу, Баттону и Хэмильтону, чьими руками ковалась будущая слава Макларена. Кимик к тому моменту тоже покинул Скудерею и перебрался в Лотус. Правда, он смог даже победить в Абу-Даби. Помните? Помните ту самую крылатую фразу? Сколько лет прошло со времен первой победы Райканина за Феррари, что он, оказавшись неожиданно в лидерах, в сердцах прокричал по радио «Парни, не оставляйте меня! Я не знаю, что делать!» Но больше всех профит получил Фернандо Алонсо. Феттель после перерыва в 9 гонок победил в Бахрейне, а испанец отличился в предпоследнем гран-при в Малайзии. В итоге судьба титула решалась в Австралии. И тут Сэбушке удалось таки на волевых финишировать вторым, в то время как очередной недочемпион Феррари увидел клетчатый флаг только пятым. Двухкратный чемпион мира Себастьян Феттель стал таки лучшим гонщиком Германии за всю историю. 2011 стал легкой прогулкой. Ни разу за весь сезон Себастьян не опустился ниже третьего места, за исключением одной лишь осечки на четвертой позиции в родной Германии. Во многом этот успех обеспечили сами соперники. Фернандо подхватил ту самую хандру пилотов Феррари считающих что сам красный цвет машины каким-то образом делает ее быстрее. Льюис Хэмилтон уже и не мог помыслить о былом доминировании фактически докатывая свою карьеру в Макларене и потеряв хватку даже иногда проигрывая молодому Дженсену Баттону. Ну а Мерседес после турбоэры так и не смог набрать былую форму. В пару Кроссбергу взяли еще одного немца сына Мика Шумахера пилота который в конце двадцатых ездил за команду ХАС. Михаэль поначалу лишь набирался опыта и во всем пытался учиться у чемпиона Росберга. Единственным кто знал что и как делать оказался Себастьян Фетель. Так что третий титул был лишь вопросом времени. 2010 стал пожалуй самым сложным в карьере Себастьяна. Сначала они шли с Алонсо ноздря в ноздрю. Да, как и сам Себастьян несколько лет назад Фернандо воспрял духом и решил таки дать последний решительный бой. Но все же главный соперник это напарник. За три года Марк Вебер смог изучить все методы лидера своей команды обрасти так сказать жирком и даже не обращал внимания на традиционные подставы от Рэдбулла. У Марка то крыло отберут то еще какую детальку. Выиграв в Сильверстоуне он даже сказал в сердцах неплохо для второго номера. А потом в Турции они даже столкнулись сражаясь за победу. Себастьян покрутил пальцем у виска но раздувать ситуацию не стал. Он трехкратный чемпион мира но не гоже ему вести себя инфантильно как ребенку. Но вышло так что Вебер победив после этой Турции в Монако и Испании и вовсе стал основным претендентом на чемпионский титул. Но не судьба. В самый неподходящий момент он упал с велосипеда и сломал ключицу. Так что из борьбы он фактически выбыл о судьбу чемпионского титула на последней гонке в Австралии решали Феттель и Алонсо. Причем Алонсо победил а Себастьян как опытный боец доехал четвертым и забрал свой четвертый чемпионский титул. Ну что ж Алонсо лишь подтвердил закон Феррари Стать в этой команде чемпионом невозможно даже если у тебя самая быстрая машина в сезоне а ты весь такой из себя гений автогонок. Казалось бы в 2009 ничего не предвещало все тот же рекламент все та же отлично доработанная молодым гением аэродинамики Эдрианом Ньюи машина все те же победы поначалу но потом Рос Браун купивший таки окончательно загнувшийся Мерседес сделал нечто невообразимое пока все от безнадеги отказывались от этих двойных диффузоров он их неустанно дорабатывал вышло так что как раз этот двойной диффузор и зарешал белые теперь уже Мерседесы с надписью Браун на борту управляемые Рубенсом Баррикелло и Дженсоном Баттоном буквально доминировали под конец года Сэбушка бился до последнего за две гонки до финала он даже одержал победу в Китае но ничего уже не смогло спасти титул чемпионом стал Дженсон Баттон выиграв шесть из последних семи гонок сезона я до сих пор так и не понял если честно почему Рус Браун в межсезонье продал свою команду Хонде за один доллар чудак-человек что ж после стольких триумфов после четырех титулов подряд проигрыш выскочком из Браун дался Себастьяну нелегко да и новый регламент вступавший силу с 2008 особого оптимизма не внушал поэтому Сэп предпочел поступить так же как его чемпионский предшественник Макс Ферстаппин и перейти в младшую команду сбросить с себя так сказать груз ответственности тем более всего чего мог он уже добился лучший немец всех времен и народов вот он Себастьян Феттель отрадно но Сэп повторил пословицу старый конь борозды не испортит в Монце в Италии он смог повторить достижения Пьера Гасли выигравшего гонку в далеком 2020 тогда команда называлась еще Альфа Таури и вот спустя более 10 лет теперь уже в Тора Россо стоя на поле в Монце Сэп наверняка думал что сейчас под этим проливным дождем соперники его буквально сожрут но мотор Феррари под капотом нашептывал чувак машина-то не красная проклятия на ней нет ну-ка давай попробуем в тот день немецкий гонщик Себастьян Феттель ветеран принес вторую и последнюю в истории победу маленькой но гордой команде из Фаэнси через несколько лет ее выкупит Джон Карло Минарди и команда спустится в самый низ турнирной таблицы так больше никогда и не почувствовав вкуса победного шампанского но наша история на этом не закончена несмотря на сплошные исходы под конец сезона Себастьян смог заработать приличное количество очков и стать восьмым в чемпионате он опередил своего бывшего напарника Марка Вебера не говоря уже про дебютанта Дэвида Култкарда опередил и напарника нынешнего Себастьяна Бурде забавно что этот второй Себастьян со временем окончательно разочаруется в Формуле 1 и укатит за океан где выиграет четыре подряд чемпионских титулов Индикаре такое вот совпадение когда-нибудь я обязательно сниму ролик о Себастьяна Возможно благодаря успеху 2008 Себ решил продолжить он еще полон сил и не забыл как пилотировать машину или забыл увы но 2007 так и не стал громкой лебединой песней для нашего героя на фоне долгожданного успеха некогда юного гонщика с которым сам Себастьян еще в 21 отчаянно сражался да-да речь идет про Кими Райканена сезон самого Феттеля превратился буквально в сущий кошмар на второй гонке в Китае он снова стал автором сенсации заняв четвертое место ну а дальше была Япония и это полная фиаско под проливным дождем оказавшись на третьем месте сразу вслед за Марком Вебером теперь уже лидером Редбула наш парень запутался в педалях и при этом все это происходило на маленькой скорости под пейскаром вообще когда на трассе находится машина безопасности инциденты вроде как случаться не должны но всякое бывает вспомните Баку да там Себастьян Феттель как раз таки тоже стал автором приключений но если тогда он лишь слегка пободался с Хэмом то тут на полной скорости бесцеремонно влетел в Марка Вебера ну и кто после этого торпеда обе машины в хлам теперь уже Вебер крутит пальцем у виска а Себастьян ну что ему оставалось он отправился в темноту боксов и от разочарования расплакался он провел еще несколько безрезультативных гонок а потом принял важное для себя решение уйти из Формулы 1 прямо по ходу сезона казалось Гран-при Венгрии станет последней гонкой для нашего ветерана правда буквально через месяц к Себу обратились ребята из БМВ попросив нашего уважаемого гонщика заменить травмированного Роберта Кубицу за рулем ну как бы немцы попросили немца все логично несмотря на возраст и абсолютно незнакомую машину Себ справился на ура он смог заработать для баварцев несколько очков и вот на этой высокой ноте можно было бы и распрощаться с Формулой 1 что ж ребят здесь я наверное добавлю небольшую ложку дегтя Себастьяну Феттелю так и не удалось в истории Формулы 1 стать лучшим из немцев невзрачный середняк Михаил Шумахер который несколько лет помогал Ника Росбергу вернуть былую славу Мерседеса перешел в команду Феррари и смог сделать буквально невозможное уже к концу десятилетия он сравнялся и опередил Себа по количеству чемпионских титулов ну а затем добыл еще два в Бенетоне и вышел вровень с легендой прошлого знаменитым темным владыкой Льюисом Хэмильтона но тем не менее так долго и мучительно двигаясь к успеху справившись с сыночком Лоуренса строла попав Феррари так ничего не добившись но не опустив руки наш парень смог таки получить свой успех стать четырехкратным чемпионом мира а значит по праву мы называем его героем Формулы 1 пусть и не лучший немец в истории но однозначно заргут я с таким упоением рассказал вам эту историю наверное потому что был живым ее свидетелем да ребятушки тогда все было по другому это уже потом мир покатился в Тартарары в середине нулевых отключили YouTube потом ВКонтакте а затем и вообще интернет куда-то пропал в 90-х творился полный кавардак все это привело к тому что Формула 1 нашей стране вообще перестали показывать последнее что мы увидели это титул Мэнсела на Вильямсе ну а дальше что дальше железный занавес союз ну в общем вы это и без меня все прекрасно знаете в истории сейчас разбирается каждый как же здорово что в те времена мы могли спокойно наслаждаться гонками и болеть за голландца Макса Ферстаппена за британца Льюиса Хэмильтона за немца Ника Росберга за немца Михаэля Шумахера и за немца Себастьяна Себастьяна что канал канал наш существует исключительно благодаря вашей поддержке ссылки для оказания помощи этому ну порой да порой довольно безумному творчеству находятся в закрепленном комментарии под этим роликом и главное помните в какую сторону историю не верти во все времена есть свои герои и они ничуть не хуже и не лучше тех кто был и тех кто будет